привет ребята с вами аксёнов андрей студия либо либо и это закат империи это сериал о том как сто лет назад в россии произошла революция при воцарении николая второго казалось что российская империя это что-то вечное незыблемая никто не мог предсказать что и осталось совсем чуть-чуть за эти восемь серий я расскажу вам о том с чего началось правление николая второго как россия ввязалась в русско-японскую войну и что происходило в это время в стране зачем противники царя начали террор и почему гопон повел рабочих на зимний дворец как пётр стал и пин победил революцию и как за несколько дней феврале 1917 года казавшиеся незыблемой империя рухнула в считанные дни и почему именно ленин пришел к власти это еженедельный сериал о героях того времени о революционерах студентах священниках министрах и николай втором и о том как все они желали россии светлого будущего 18 мая 1896 года половина 11 утра москва прекрасная солнечная погода уже несколько недель идут коронационные торжества молодой монарх николай второй восходит на престол сегодня в этот день он должен будет встретиться с народом на хадемском поле собралось около полумиллиона человек чтобы поприветствовать своего монарха но что-то идет не так в кабинет к царю входит генерал-губернатор москвы сергей александрович это дядя царя он близен как полотно и он докладывает что произошла трагедия что на хаденском поле было давка и есть пострадавшие и даже погибшие и их кажется много не десятки сотни погибших и надо что-то делать может быть отменить торжества или объявить траур или поехать на хаденку немедленно чтобы встретиться с народом или созвать пресс-конференцию нужно что-то решать николай не знает что делать и он сделает то что будет еще много раз делать на протяжении всего нашего сериала ничего концу 19 века император в россии решает все россия это единственная великая европейская держава в которой сохранилась неограниченная власть монарха во всех других странах есть парламент и выборы и только в россии самодержавие это настоящая скрепа ну может и слава богу между прочим да не будем забывать что россия это вообще-то единственная страна в мире которая сохранила сквозь века истинную веру то есть православие бог хранит династию романовых и вот прямо сейчас в эти самые дни императором становится совсем молодой человек николай 2 ему всего лишь 26 лет никто не рассчитывал что его отец александр 3 умрет так рано и вот например управляющий морским министерством писал о николая тогда так наследник совершенный ребенок не имеющий ни опыта не знаний не даже склонности к изучению широких государственных вопросов и будьте уверены что в стране полно людей которые считают что справятся с управлением государством гораздо лучше чем николай александрович это и дядя царя и министры прочие прямо очень иногда прямо супер редко к удивлению просто всех николай 2 начинает проявлять какую-то неожиданную твердость и упрямство например когда зашел разговор о женитьбе николай александрович наследник императорского престола российского влюбился и прям по-настоящему и это было довольно неожиданно потому что в целом императора никто не заставляет всерьез любить свою жену всех предшественников николая начиная прямо с петра первого были любовницы никаких проблем с этим никто не испытывал ну всех кроме папы николая а николай 2 полюбил немецкую принцессу алису гессенскую папа говорил ему не спешить но вот он всерьез заболел и нужно было срочно дела решать с наследием престола и тут выяснилось как раз что николай вообще ни о ком другом слышать не хочет только об алисе ну что ж ее позвали в россию император при смерти он в крыму алиса едет в крым перекрещивается срочно в православие получает благословение и прям во время траура то есть буквально почти сразу после смерти александра третьего николай второй женится на алисе это получает русское имя александра федоровна отношения между свекровью и невесткой не заладились прям самого начала мама николая была первой леди теперь ей надо уступить ну к тому же ей не очень то нравилось такой угрюмый характер немецкой принцессы и в целом да даже прям на коронации александра федоровна новой императрицы умудрилась обидеть маму своего мужа значит свекровь подарила невестки несколько платьев на коронацию а то за все празднование не надела ни одного и вот что мама николая писала в письме сущности это такое проявление нахальство грубости бессердечи и бесцеремонности примеров которому я не припомню я никогда бы не осмелилась поступить так с моей свекровью ну без скандалов наверно сложно представить любую коронацию но только на этой произошла настоящая трагедия в день 18 мая помимо того что николай второй должен был встретиться с народом людям еще обещали раздавать подарки из специальных будок подарки были такими кружка платок булка колбаса пряник орехи и сласти но среди народа пошли даже слухи что эти кружки коронационные будут заполнены серебром или даже золотом и вот крестьяне со всех окрестных губерний еще с вечера начали собираться на ходынском поле а к утру там было уже около полумиллиона человек и вот что вспоминал один крестьянин очевидец тех событий еще до солнца я пробрался вперед сколько было можно поближе к будкам пока терся в плотную непроницаемую стену из человеческих спин становилось все душнее и воздух был неподвижен и невыносимо тяжел полный зловонных испарений всеми начинала овладевать отчаяние тупое и жестокое каждый чувствовал себя как в ловушке из которой не видел выхода и люди ходили по людям смешивали их с землей до неузнаваемости уродовали сапогами их лица и я ходил по упавшим добивая их со всеми вместе невольно вдруг словно молния возбуждения прошла по толпе она неистово зашевелилась склеилась в одном порыве загалдела мелькнуло несколько узелков и пронеслось роковое слово дают и вот после этого дают произошло самое страшное по подсчетам в тот день погибло около 1400 человек еще больше пострадала но их никто не считал все правительственные газеты молчали об этом событии но слухи распространились по москве очень быстро лишь одна газета напечатала репортаж полиция пыталась изъять его из типографии но у нее ничего не вышло и весь тираж мгновенно разошелся итак дядя царя сергей александрович заходят в комнату к своему племяннику и приносит ему известие о трагедии около полудня в резиденции царя собирается совещание на котором присутствуют ближайшие родственники царя и самый решительный уверенный в себе тут дяди царя они старше николая они братья усопшего императора и они еще привыкли помогать своему брату управлять империей их точка зрения такая ничего страшного не произошло ну да погибло около полутора тысяч человек но на поле то полмиллиона и они ждут своего царя кроме того коронация предполагает множество разных торжеств вот буквально сегодня вечером должен был быть еще и бал у французского посла и мы не можем все это отменять император должен блистать несмотря ни на что а вот точка зрения младших романовых ровесников царя другая они вообще-то прямо говорят что давайте вспомним французских королей которые плясали в версале не замечая что происходит стране и опомнились только когда их на эшафот завели и вообще они говорят надо внимательнее относиться к общественному мнению поэтому надо отменять торжества объявлять траур и кстати говоря еще и уволить ответственного за безопасность столица то есть генерал губернатора москвы дядю царя сергея александровича между прочим сергей александрович прямо сам на этом совещании тоже присутствует что думает сам николай ну честно говоря на общественное мнение ему ну как оно ему не очень интересно обязанность подданных любить царя так что пусть любят с этим проблем не должно быть но с другой стороны младшие романовы это его ровесники это вообще его ближайшие друзья а вот старший дяди уже откровенно говоря немного достали своими непрерывными поучениями вот например сандро это кузен николая второго вообще описывал первое десятилетие правления николая второго вот такими словами он боялся оставаться наедине с ними ну то есть николай второй со своими дядями в присутствии посторонних его мнение принимали с дядями за приказание но стоило племяннику и дядям остаться с глазу на глаз их старшинство давало себя чувствовать а потому последний царь всея руси глубоко вздыхал когда во время утреннего приема высших сановников империи ему извещали о приходе с докладом одного из его дядей давайте пока николай второй думает я вам расскажу пару историй о том как даются императору принятие решений вот да александр третий умер молодой николай второй берет на себя управление империей огромной страной кронация будет еще только через полтора года и вот в какие ситуации он попадает он хочет поставить своего человека командиром гвардейского корпуса в петербурге но один его дядя владимир александрович против а владимир александрович командует всей гвардии империи у них происходит совещание и владимир александрович убеждает своего племянника не менять человека владимир александрович уходит а николай второй такой ну хотя нет и он пишет своему дядь письмо письмо такое чтобы только не ссориться и не портить семейных отношений я постоянно уступаю и в конце концов остаюсь болваном без воли и характера теперь я тебя не только прошу но и предписываю исполнить мою прежнюю волю ну типа дядь сделай все таки как я хотел ладно все мы конечно немножко николай второй да но правда другой стороны мы империи не управляем ладно вторая история вот такая николай 2 интересуется востоком то есть не в том смысле что он собирает китайский фарфор или типа изучает буддизм он считает что россия должна распространять свое влияние в азию это его цель как императора на западе типа в европе все уже давным-давно поделено поэтому если его и ждут великие дела то там и соответственно надо развивать например тихоокеанский флот и тогда николай второй просит своего ближайшего друга как раз сандро кузена своего подготовить программу развития тихоокеанского флота сандро считается специалистом и по флоту и по дальнему востоку и вот сандро начинает готовить программу но другой дядя царя еще один алексей александрович против алексей александрович командует всем флотом империи и там короче противостояние дошло до того что алексей александрович и управляющий морским министерством уже положили на стол заявление как бы увольнение собирались уйти но все-таки дядя додавил своего племянника и остался во главе флота балтийский флот стали развивать больше чем тихоокеанский а сандро вообще отправили в путешествие на дальний восток ты типа любишь дальний восток ну и путешествуй себе и кстати говоря о вот этом решении меньше развивать тихоокеанский флот мы еще вспомним в нашем сериале итак николай второй должен решить послушать старших или младших отменяет торжества или не отменять тем более что коронация это не только торжества балы банкеты раздача сладких подарков это еще и крупнейшее внешнеполитическое событие в москву съехались представители всех крупнейших держав и перед ними тоже не хочется ударить в грязь лицом а эти представители уже между собой начинают обсуждать произошедшие на ходанке и вот например министр финансов сергей юльевич витте встречается с китайским крупным чиновником ли хунджаном или хунджан спрашивает у витте о произошедшем это воспоминание виты значит ли хунджан спрашивает скажите пожалуйста неужели об этом несчастье будет доложено государю я сказал что не подлежит никакому сомнению что это будет доложено и я даже убежден что это было доложено немедленно после того как эта катастрофа случилась тогда ли хунджан помахал головой сказал мне ну у вас государственные деятели неопытные вот когда я был губернатором печалийской области то у меня была чума и поумирали десятки тысяч людей а я всегда писал бак дыхану что у нас все благополучно и когда у меня спрашивали нет ли у вас каких-нибудь болезней я отвечал никаких болезней нет что все население находится в самом нормальном порядке ну скажите пожалуйста зачем я буду огорчать бак дыхана сообщением что у меня умирают люди если бы я был сановником вашего государя я конечно все от него скрыл бы для чего его бедного огорчать ну и вид там дальше пишет после этого замечания я подумал ну все таки мы ушли далее китая ну действительно да в россии император не только в курсе произошедшего он еще должен решать и именно поэтому он сейчас сидит кабинете своими родственниками и пытается понять что ему делать кстати говоря витте с лихун джаном встречаются не случайно не в первый раз у них вообще есть уже некоторая такая химия в отношениях дело в том что прямо на коронации вид и ведет переговоры с лихун джаном и чтобы эти переговоры шли как по маслу он подкупает китайского чиновника он обещает ему взятку в три миллиона рублей это просто огромная сумма ее сложно перевести на сегодняшний ну типа около трех миллиардов рублей и теперь по северному китаю пройдет ответвление транссибирской магистрали это специальная рубрика о дореволюционном образовании которые мы делаем с партнером этого сериала с образовательной платформой нетология сегодняшней рубрики я расскажу об образовании который получил николай второй и она была ниже университетского она была домашним и да действительно ему преподавали лучшие учителя того времени даже некоторые министры но только дело в том что проверять знания николая никто не имел права у него не было никаких контрольных никто ему не ставил оценки и получалось так что насколько глубоко усвоил знание николай второй никто не знал еще одним этапом подготовки наследника было большое путешествие это как бы такая проба в дипломатии первое во внешней политике и обычно наследные принцы естественно ехали в европу в разные страны а двадцати двухлетний ники выбирает особенный маршрут он едет в азию он посещает индию китай японию другие страны и это все часть его большой мечты о продвижении российской империи на восток в японии кстати говоря он набил себе на предплечье татуировку дракона а еще на него там напал террорист но все закончилось хорошо он только ранил его саблей и на этом собственно говоря образование николая второго закончилось процесс учебы у нашего партнера у образовательной платформы нетология к счастью устроен совершенно по-другому и сегодня я вам расскажу о курсе который называется тестировщик это тот специалист который следит за качеством программного продукта спрос на тестировщиков на рынке высокий потому что каждая команда разработки стремится выпускать продукт без багов при этом на этот курс можно пойти без технического образования на курсе вы будете участвовать в вебинарах выполнять практические задания получать развернутую обратную связь от экспертов курса а еще центр развития карьеры нетология поможет вам составить резюме подготовиться к собеседованию и предложить интересные позиции таким образом вы получите знания реальный практический опыт необходимые навыки и поддержку с обратной связью круто а еще у нас для вас есть промокод закат он дает скидку в 45 процентов на все курсы образовательной платформы нетология кроме высшего образования скидка действует до конца 2023 года ссылка на курсы и все детали в описании этого выпуска а мы возвращаемся к николаю второму николай александрович так ничего и не решил ну то есть автоматически получается так что торжества будут идти по плану ну то есть победила точка зрения романовых старших и вот в середине дня николай николай со своей супругой отправляется на ходынское поле то есть туда где всего несколько часов назад произошла трагедия кортеж двигается по улице москвы а навстречу ему едут телеги нагруженные трупами а по бокам улицы стоят люди и кричат ура молодому императору его жене в два часа дня кортеж прибывает на ходынку царь выходит на балкон царского павильона и как только он выходит звонят колокола и полумиллионное людское море начинает петь боже царя храни еще утром здесь раскладывали мертвецов в ряды и люди плача искали своих родственников а сейчас вверх летят шапки и над полем носятся нескончаемое получасовое ура спустя несколько дней николай второй посетит в больницах пострадавших при давке каждому будет назначена компенсация в тысячу рублей довольно крупная сумма по тем временам и крестьяне и рабочие будут благодарить царя и просить у него прощения за то что они испортили императору праздник а вот образованная часть общества просто шокирована всей этой ситуации она шокирована что не объявлен траур что как будто вот у нас погибло до полторы тысячи человек и как будто это никакого значения не имеет и я вам тут сейчас добавлю еще просто одну ломающую мозг деталь дело в том что в течение этой коронации однажды был объявлен траур 11 дней назад и торжества отменили на день из-за того что умер эрц герцог австрии карл людвиг типа да что умер наследник престола австрии и мы торжества отменяем умерла полторы тысячи наших подданных и нам как будто на это все равно но дело в том что николай второй он не какой-то там особенный лицемер нет он просто монарх из 19 века просто мы сейчас привыкли что глава государства это фигура публичная что он 24 на 7 находится под прицелами телекамер мы привыкли что источник власти это народ да а тогда было все совсем не так источник власти в российской империи это бог и император ответственен именно перед ним задача вот такая он должен служить не за страх а за совесть а подданные его должны ему доверять и должны любить его вот такие вот отношения между ними и с этой точки зрения если умер твой далекий родственник то в целом траур понятен а если умерла полторы тысячи человек то это конечно трагедия но траур тут не обязателен но только времена меняются стране появляется много людей которым кажется что россия отстаёт от европы что за последние 20 лет не было сделано ничего что самодержавные порядки явно устарели и что управлять такой огромной страной в ручном режиме просто невозможно и вот на престол восходит молодой монарх и и раз он молод он возможно прогрессивен и поэтому общество возлагает на него довольно большие надежды это надежда на перемены в стране в первую очередь они думают о выборах и о парламенте и вот буквально почти сразу после смерти александра третьего молодой император николай второй произносит свою первую публичную речь и расставляет там все точки над и мне известно что в последнее время слышались голоса людей увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей в делах внутреннего управления пусть все знают что я буду охранять начало самодержавия также твердо и неуклонно как охранял его мой незабвенный покойный родитель вечером царь с царицей поехали на запланированный бал к французскому послу младшие романовы уговаривали их не ехать но царь не просто поехал он открыл бал в паре с женой французского посла позже комиссия по расследованию событий возложит часть вины на московского генерал-губернатора на дядю царя сергея александровича но николай решит его не наказывать и сергей александрович понимает это он тут же на балу сияющей улыбкой а младшие романовы сразу после открытия бала демонстративно покинули зал николай второй танцует его руках огромная держава он молот он сделает много хорошего для так преданного ему народа стране растут заводы и фабрики на восток тянется транссип люди понемногу становятся богаче и образованней стране покой тишина четверть века не было воин и николай тоже не собирается воевать он любит свой народ он будет хорошим монархом у него все впереди вечером того же дня редактор про правительственные самые крупные газеты в империи пишет дневнике прошлое царствование ничего подобного не было не коронации стояли серенькие и царство не было серенькая спокойно и этой коронации ясны светлые жаркие и царствование будет жаркое наверное кто сгорит в нем что сгорит вот вопрос а а сгорит наверное многое и многое вырастет ах как надо нам спокойного роста а а